всем привет вчера мне задавали вопрос что за фильтр мы ставим вот такие фильтры это российского производства для этих моделей камаз мазгас вас вас audi mercedes вольсваген киа рюндай мы уже приспособили для пустых баллончиков коробку вот такие фильтра оставим в общем российского производства вот у нас тут зарядочка шумит заряжаем аккумуляторы и как-то как-то мутно или микроца все нормально 26 ампер 80 вольт но это мы заряжаем тем которым делаем обслуживание чтобы аккумуляторы были в порядке а суть до дела мы все-таки решили в цепь добавить масла потому что маловато все таки вот я хотел уточнить все таки масло м14 d2 а не b2 я только сейчас обратил внимание вот такое оно не любишь когда я снимаю орешь на меня все время вот теперь снимаю давай скорее красоту такую надо снять же такое красивое маслица зелёчку хорошо будет вкусно вкусно и да это вот мы добавляем надо теплоострица 20 где у нас тёк редуктор больше не текет но добавить надо теперь до полного наконец-то мы добрались до топливных фильтров это фильтра грубой очистки фильтра будем ставить вот эти они тоже российского производства так вот они упакованы ну что у нас там воды нету грязи нету нет да пускай стекает хорошо идет вон там мимо течет колярочка мимо течет где мимо а какого черта а почему а ты сильно открыл потому что вот будешь вытирать все да вот потихоньку если оно не текет видишь ну вот фильтр да чувствуется там что-то в нем присутствует лишнее слушай да что-то тут тоже давай кидая его в корыто а что в стакане ну в общем присутствует какая-то грязь так что надо будет здесь тоже наверное стопного бака попробовать снизу пробку открыть посмотреть может там конденсатор или что ну это мне кажется просто чисто какая-то механическая грязь как куски какого-то паранита размокшего размякшего ну ладно в процессе разберемся ну вот прошел процесс сборки уже второго фильтра да главное попасть напарник еще молодой да попадает с первого с первого раза попадает без ветоши без волос на этом мы так юморим ну в общем почему столько грязи обычно у нас фильтра чистые мы достаем дело в том что тепловоз был месяц в аренде в другой фирме мы не знаем сколько он там работал но факт то что он пришел с пустым баком даже из заглох у нас здесь когда мы его пытались запустить но видимо вот когда налили все это взболтали сборок танили сборок танили да со дна все поэтому вся эта муть поднялась и вот насосала так что следующий этап будем открывать фильтра тонкой очистки вот здесь вот здесь немножко неудобно фильтра касаются почти что рамы дизеля тепловоза вернее но сейчас мы будем делать такой специальный слив и солярку это ловить прямо там под тепловозом вот мы придумали такое раз предложение пустели длинный шланг пока не вижу а ты краник приотдал воздушный пока ничего нет 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 ничего слушай наверно на 32 надо тоже да нет ни капли не идет раз предложение пока не работает вот рекламная пауза закончилась облились мы тут все топливо налили что то у нас сегодня не идет тут работа что за ерунда прошлый раз так все хорошо аккуратно было но бывают такие сдержки интересно посмотреть что с фильтрами здесь самое главное что воды нету все таки это из-за пустого бака что бак был пустой смотри а ты рукав весь облил себя как так ну так же вот рубами а он далеко не упадет давай хорошо что напарник матом не ругается но ты не знал что я его снимаю здрасте ну вот ведро целое видишь а так бы все это туда под дизель но сейчас мы их достанем посмотрим что с фильтрами но фильтра более-менее да фильтра более-менее но как более-менее воды нету и столько грязи нет как фильтра грубой очистки в принципе ничего страшного давай вот покажем какие резинки становятся вот эти уплотнительные резинки оригинальные становятся пластмассовые чтоб фильтр даже не вытащить она ломается да так вот приходится свои рубить а оригинальные не знаю то ли резина такое качество она высыхает в топливе просто становится вообще ломается на куски никакого эффекта от нее уплотнительного нету да промыть немножко стаканчик да уделали мы сегодня здесь палубу корабля нашего но ничего вытрем чище будет ржаветь не будет давай давай резиночку мы туда вставили оставим вот такие сами рубим покажи из листовой резины из двоечки вот а эти оригинальные вот они такие фигурные они никакие просто вот как дерево никакого толку с них заводские прокладочки вот казалось бы такая ерунда мелочь а везде свои нюансы есть вот эта резиночка будет хорошо стоять держать то есть топливо мимо фильтра не пройдет ну конечно место очень неудобное как-то на вытянутых руках особенно тот дальний фильтр довольно тяжелая скажу очень трудно попадать вот а говорил молодой хорошо попадает смотри а наверно перехвалил себя вот у нас еще часа два до обеда есть может может наживит тяжелый неудобно и такое место что и помочь то нечем хоть три человека сюда засунь а толку нет не свети мне в глаз да а тогда не видно будет без света а мне это тоже не видно да что ли ты хочешь чтоб я бросил снимать и сам наживил показал как делать рекламная пауза ну вот наконец-то произошло чудо фильтр стоит почти стоит наживлен самое главное ну вот сейчас мы его затянем и топливные фильтра у нас готовы у нас тут еще проблемка есть видимо погнал сальник компрессора приходится убирать это конечно не ремонт но хотя бы немножко убрать лишнего масла темновато вообще этот тепловоз немножко грязноват как исключение у нас в основном все чистые ну это грязноват ну да наверно вот там вал выходной компрессора там по сальнику видим огонь нет да бутылку не попало вот налил на паёлы как будто кто рубанул кто рубанул тебя а чего ты отворачиваешься а почему тебя нельзя снимать суд подаш вот видели как на меня тут а вы говорите снимайте все подряд на меня тут суд хотят подать а кстати вот на этом тепловозе есть умывальник для машинистов можно руки помыть единственное что здесь я не вижу крышки куда должна вода течь так система рабочая наверно последние кадры сниму как бы фильтры у нас готовы эти топливные сейчас осталось навести порядок ну на этом наверно будем заканчивать сегодняшнее кино до следующих видео